Музыка Мы спаяли крестовую вертушку и закрепили на каждом ее конце острую булавку под прямым углом крестовини. Вертушка может свободно вращаться на вертикальной игле. Сейчас мы подключили ее к минусовому выходу источника высокого напряжения. Плюсовой выход подан на внешний кольцевой электрод. Включим источник и при напряжении чуть меньше 5 кВ вертушка начала вращаться. Чем выше напряжение, тем быстрее она вращается. И когда напряжение достигает величины в 25 кВ, колесо разгоняется до 7 оборотов в секунду, потребляя при этом электрическую мощность в 5 Вт. Поменяем полярность электродов. Вращение колеса при этом оказывается в точности таким же и скорость его вращения практически не меняется. Такое устройство иногда называют колесом Франклина. Хотя кто его придумал первым, на самом деле неизвестно. Потому что такие приборы в середине 18 века строили многие естествоиспытатели. Когда на электроды подается высокое напряжение, на остриях иголок загорается коронный разряд. В области короны образуются ионы того же знака, что и заряд иглы. И они устремляются от иглы к кольцевому электроду, сталкиваясь с нейтральными молекулами воздуха и создавая так называемый ионный ветер. Иглы отталкиваются от заряженных ионных облаков в противоположную сторону. И в результате колесо приходит в движение и раскручивается все быстрее и быстрее. Чтобы установить количественную зависимость между напряжением, протекающим по цепи током и частотой вращения колеса, включим в цепь мультиметр в режиме микроамперметра. При напряжении 5 кВт ток в цепи составляет всего лишь 1 микроампер, и колесо делает чуть меньше 1 оборота в секунду. Будем постепенно увеличивать напряжение и измерять силу тока и частоту вращения колеса. Вот так выглядит вольтамперная характеристика колеса Франклина. Коронный разряд загорается при 4 кВт, и дальше сила тока растет все быстрее с увеличением напряжения, достигая предельного для нашего источника значения 200 микроампер на 25 кВт. А частота вращения растет пропорционально квадратному корню из силы тока, и этот факт можно легко объяснить. Когда вертушка достигает предельной скорости вращения, сила сопротивления воздуха уравновешивает тягу ионного двигателя. Сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости, а значит квадрату частоты вращения. В теории показывается, что тяга ионного двигателя пропорциональна силе тока, текущего через воздушный промежуток между электродами. Поэтому частота вращения пропорциональна квадратному корню из силы тока, что мы и наблюдали на опыте. Когда иглы-вертушки подключены к положительному полюсу источника, мы ощущаем запах озона и слышим легкий шелест. Это звук электрических разрядов в окрестностях иголок. Но на дневном свету эти разряды почти не видны, поэтому мы сделали фотографию в темноте, и вот что мы увидели. Оказывается, что кроме основного разряда, текущего с конца иглы на кольцевой электрод, на каждой игле имеется и второй разряд, который как будто отталкивается от кольцевого электрода. Но что же это за второй разряд? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok